Пусть нас Господь сегодня обильно, обильно, обильно благословит. Знаете, когда Бог благословляет, то с благословением, благословение Божье, оно обогащает и печали с собой не приносит. Если у вас есть печаль, если у вас есть какой-то недостаток, когда приходит благословение, печаль уходит, недостаток уходит. Приходит жизнь и жизнь с избытком. Представляете, раньше вы думали, мне бы самому прожить. К вам приходит жизнь с избытком, что не только вы можете жить, ваш ближний может жить за счет вас. Какое-то время, правда. Поэтому давайте сейчас настроимся на волну Слова Божьего. Иисус говорил ко многим, замечайте, как слушаете. Замечайте, как слушаете. Люди многие смотрели. Люди многие за Иисусом наблюдали. А сотник особенно наблюдал и смотрел. И знаете, он увидел и понял, как надо сделать чудо. И он даже Иисусу сказал, как сделать чудо. Что надо сделать, чтобы произошло чудо. Иисус удивился, что ему говорит человек. Человек даже, знаете, можно сказать, военный человек. Который никакого вообще отношения не имеет ни к церкви, ни к Богу. Он говорит Иисусу, как нужно сделать чудо. Но когда Иисус это услышал, он не сказал, что ты меня тут учишь. Я сам знаю, я Бог чудес. Он сказал, вау. Такой веры я не ожидал. А почему у него такая вера появилась? Он внимательно слушал и внимательно наблюдал. И он понял. Он разгадал, как действует сила Иисуса Христа. Он понял. И он получил свое чудо. Сегодня Бог хочет, чтобы ты не просто вымолил у Бога маленькое чудо. Бог хочет, чтобы ты просто спал в чудесах. Ты просто, чтобы плавал в чудесах. Чтобы ты сам был живым чудом. Тема проповеди будет называться успех в свете вечности. Нету ни одного человека, кто родился бы с мыслью, вот бы мне стать неудачником. Вот бы мне бомжом стать. Вот бы мне вообще стать человеком, которого все будут ненавидеть. Нет. Наоборот. Даже плохие люди, они пытаются, знаете, измениться. Пытаются стать хорошими людьми. То есть человек, он тянется к хорошему. Он тянется к свету. Конечно, бывает так, что среда обитания влияет на нас, и это правда. И Слово Божье, оно говорит, что худые сообщества, то есть плохая компания, она развращает. Если тебя развращает твоя компания, просто измени ее. Здесь нет проблем. Ты можешь сказать, я не хочу эту пищу, я не хочу весь этот разговор. Я хочу святой жизни. Я хочу нормальной жизни. Я хочу радостной жизни. Измени компанию. Измени компанию. Ты меняешь свою жизнь. Именно вечность самый верный определитель успеха. Дорогие друзья, мы все с вами человеки. А человек, это означает чело вечности. Человек вечный. Вечный. И знаете что? В вечности будем все мы. Рано или поздно. Кто-то уходит раньше, кто-то уходит позже, кто-то в очереди. Но все мы окажемся в вечности. И вот об этом нам нужно позаботиться. Будет ли наш успех в вечности, знаете, действительно успешным. Многие в какой-то степени успешны уже сейчас. Уже сейчас есть у людей успех видимый. Но не потом. Вот именно граница физического мира и духовного, именно там произойдет действительно реальность. Кто куда попадет. Кто где будет находиться. Кто действительно будет успешным в продолжении. Либо кто станет очень сильно неудачником. Послушайте, есть очень много неудачников. Есть парадоксы в этом мире. Мы живем в мире парадоксов. Есть человек неудачник в жизни. Но посчастливилось ему уверовать в Иисуса Христа. Он ничего даже не сделал. Но он все, что у него получилось, это уверовать в Иисуса Христа. И такой человек в свете вечности, даже такой самый крайний вариант. Это, конечно же, не о нас. Самый крайний вариант. Говорит о том, что этот человек успешный будет в вечности. Он будет с Иисусом. Много из людей, которых мы видим сегодня, сияют на какой-то арене, на политической, на, не знаю, в киноиндустрии или где-то. Они сегодня успешные люди. У них спрашивают интервью. Они дают советы, как жить. Они сами будут в вечности в очень плохой. Они окажутся в аду. Беспечность. Беспечность. Это самый главный враг человека. Человек живет, не задумываясь о том, что ждет его в будущем. Почему христианин, даже самый слабый, который падает и встает, является успешным? Почему он является более успешным, чем даже продвинутый человек на нашей земле? Там, скажем, процветающий человек, богатый человек. Потому что успех заключается в Боге. Успех заключается в Иисусе. Если в твоей жизни есть Иисус, ты успешный человек. Друзья, Адам с Евой, первые люди, наша мама с папой. Или, так скажем, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка. Или пра-пра-пра-мама. Они были успешными. Не только успешными. Они были, во-первых, счастливыми людьми. Успешными. Во всех, во всех сферах. Но знаете что? Они не задумывались об этом. Они не осознавали это. Человек, например, бедный, родившийся в бедной семье, в плохих условиях. Который потом достиг и изменил свою жизнь. Получал знания. Заработал денег. Изменил свою жизнь. Привел в порядок многие сферы. Человек понимает, что у него есть путь. У него есть то, с чем сравнивать. Он пришел от поражения к успеху. Но когда ты в успехе родился, то ты не осознаешь этого. Когда ты родился в королевском дворце, все у тебя в порядке, все у тебя отлично. Ты не осознаешь, что многие люди живут совершенно другой жизнью. И Адам с Евой жили самой прекрасной жизнью. Мы бы им завидовали бы сегодня. Если бы мы только увидели, какой жизнью они жили. Какая радость у них была. Какая гармония была в отношениях. Ни одной ссоры, одна любовь, одно счастье. Они просто были самые счастливые люди. Но они этого не осознавали. Они осознали счастье только потом. Друзья, многие из нас уже сегодня вы состоите в категории счастливых и успешных людей. Но вы почему-то не до конца это понимаете. И не до конца осознаете. Потому что вы не смотрите в будущее. Вы не смотрите в будущее. Посмотрите в будущее. Ваше будущее на небесах с Иисусом. Вы не пойдете в погибель, в ад, куда пойдут миллионы людей. Просто потому что вы выбрали Иисуса Христа. И потому что вы хороший человек и много добра сделали. Из-за этого никто на небо не идет. На небо один проводник – Иисус. Давайте прочитаем одну притчу, которую Иисус рассказал. Это Луки 12 глава, 16 стих. Он рассказал им притчу. «Земля одного богатого человека принесла ему хороший урожай. Что мне делать? Мне негде хранить весь собранный урожай», – подумал он. «Вот что я сделаю», – решил он тогда. «Я снесу мои хранилища и построю большие. В них будет достаточно места для моего зерна на много лет. Отдыхай, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, глупец, сегодня же ночью твою жизнь возьмут у тебя. Кому достанется все, что ты приготовил? Бог говорит такому человеку, ты глупец, ты глупый. Глупый человек – это тот, который недальновидный, который не подумал. Подумал, но не о вечном. Все, что здесь перечисляется у этого богатого человека, это богатый человек. Мы все хотим быть богатыми. А что дальше, когда мы ставим богатыми? Что будет дальше? Будешь ли ты вообще с Богом? Будешь ли ты благодарить и нуждаться в нем, если став богатым? И вот у него проблема. У богатых людей тоже есть проблемы. Так много денег, что не знают, что делать. И вот у него так много урожая было, так много прибыли. И он говорит, я не знаю, что мне делать. А, весь урожай не поместится в моих маленьких амбарах. Я сломаю их и построю большие. Соберу туда урожай. И скажу сам себе, молодец, успешный я. Успешный. Намного успешнее моих сверстников. Ешь, пей и веселись. Скажу я себе. Много-много-много имущества теперь у меня. И посмотрите, о чем он мечтает. Он мечтает о развлечениях, о еде и о питье. Он здесь вообще не заботится о душе. Послушайте, богатство иметь, это неплохо. Если ты добрый человек и богатый, слава Богу. Я бы еще хотел, чтобы ты стал еще более богатым. Чтобы добра ты мог больше сделать. Но если человек эгоист, если он зарабатывает только для того, чтобы веселиться, гужбанить, и еще веселиться, делать что-то, понимаете, то зачем, лучше такому вообще человеку ничего не иметь. И вот представляете, это он в мыслях, это он размышляет. У меня так много, я так много денег заработал. Все. Теперь настал тот момент, когда я сяду, ногу на ногу закину, где-нибудь там, на южном, знаете, в южной стране. Я буду просто ничего не делать. У меня теперь все тикает. Я буду просто, знаете, коктейльчики пить, так, под пальмой, в солнышко. Там мне будут флуги приносить что-нибудь. Понимаете, у него такие мысли, вот о таком, знаете, о развлечениях. Но Господь ему говорит серьезно, как гром среди ясного дня. Ты что, дурак, что ли, извиняюсь за выражение? Ты что, глупый, что ли, понимаете? Он подошел, как будто дубиной его огрел. Ты что, ненормальный? Сегодня ты пойдешь в ад. Сегодня возьмут твою душу грешную, вытащат из тела. Твоя жизнь сегодня ночью обрывается. И все, что ты думал, что ты успешный, в момент, как мыльный пузырь, пух, и все. Ты ничем не воспользуешься. И это не твое. А твоя – это душа, которая будет отвечать за все преступления и грехи. И вот интересно, что этот человек, он олицетворяет мирского человека, как люди живут в этом миру. Они зарабатывают много денег, чтобы потом повеселиться. Но душа пустая. Вы поймите, что сколько бы человек не веселился, у него притупляются чувства, ему потом захочется повышать уровень наслаждения. И этот уровень наслаждения приводит к извращению. Бог сам за радость. Бог создал радость. Бог создал смех. Если вы попадете в Царство Небесное, а вы, я верю, что вы попадете туда, то вы увидите там только радостных людей. Там не будет такого с повешенным носом. Знаете, такой грустный, обиженный. Такой на все, знаете. Там только радостные люди, улыбающиеся во все зубы. Вы подумайте, куда я попал? Ты попал на небеса. Там Бог улыбается. Там счастье. Там радость. Поверьте, с Богом намного больше радости. И даже ученые делают заключение, что верующие люди, истинно верующие люди радуются больше, чем мирские люди, которые для радости используют различные допинги. Такой человек, о котором мы сейчас прочитали и про которого рассказал Иисус, он в свете вечности, он глупец. Он глупец. Он неудачник. Он, знаете, в глазах окружающих людей, он успешный человек. Ему все завидуют, к нему звонят, в долг у него просят. Или что-нибудь еще, помоги нам. Но сам он, в свете вечности, если посмотреть немножко дальше в своей земной жизни, что если заглянуть за надгробную плиту и посмотреть, где он сейчас, то он неудачник. Друзья, нам есть за что радоваться. Нам есть, что ценить в нашей жизни. Может быть, не все так в жизни, как бы мы хотели, как мы нарисовали себе, в своем разуме. Но мы уже успешные люди. Почему? Иисус пришел в нашу жизнь. И Он нам помог. Он наше счастье. Он наша радость. Он наша уверенность. Он стержень наш. Этот человек, он думал только о своем теле, как и большинство людей, но не о душе. Он не подумал, что душе надо покаяться, что есть грехи, которые надо оставить, есть пути, которые кривые ведут в ад. Он не подумал. Он думал только о земле. Друзья, если мы думаем только о земле, мы должны понять и уверовать в одну вещь, что однажды мы состаримся вопреки наших желаний, и однажды мы вообще исчезнем, уйдем с этой земли. Мы не можем смириться с этим, но это произойдет. Это произойдет. И все, что мы имеем на земле, имеет конец, имеет свое конечное существование. Поэтому на свою жизнь нам необходимо смотреть в свете вечности, посмотреть, что будет дальше со мной. Если я попаду в ад, и даже сейчас успешный, то мне этот успех не нужен. А если не все в порядке в моей жизни, как бы я хотел все сферы подтянуть и улучшить, ну не у всех людей получается. Но я принял Иисуса Христа. Цени это и никому не отдавай. Не давай никому протоптаться. Не давай свои уши, знаешь, для всяких, знаете, источников. Потому что люди тебе могут сказать, ты что, глупый? Ты что, поверил в эти сказки? Из-за этого ничего нету. Уже ученые все доказали, что там и так далее. Не давай свои уши для всех ртуов. Не слушай эти источники. Потому что дьявол завидует тебе. Дьявол завидует тебе. Потому что ты имеешь жизнь. Ты имеешь продолжение. Он там никогда больше не окажется. Он был сброшен сверху. Он был в Божьем присутствии. Но он согрешил. Он был сброшен оттуда. Если в вечности человек не будет успешен, значит, он это выбрал. Друзья, Бог для нас выбрал успех. Послушайте, однажды был случай. Ученики всю ночь ловили. Его ученики всю ночь ловили. И ничего не поймали. Ничего не заработали. Ничего не принесут, значит, своим семьям. Дети будут голодные. Жены будут думать, как дальше жить, как еще готовить и так далее. У них был депрессняк у учеников. Всю ночь ловить. Всю ночь. Они пытались как-то заработать, чтобы прожить. И вот под утро приходит Иисус и говорит, ну что, у вас есть что-нибудь? Они говорят, да нет. Иисус им говорит, закиньте сети. С правой стороны. И когда они закинули, то они не могли вытащить. Понимаете? Здесь тоже говорится о большом урожае. О большой добыче. Об очень больших доходах. Но это вместе с Иисусом. Друзья, это вместе с Иисусом. Мы не против больших доходов. Мы не против богатства. Но если там присутствует Иисус. Если там Иисус не присутствует, мне это не надо. Потому что это меня разрушит. Это сделает меня одиноким и пустым человеком. Ученики вытащили это все. Написано, обе лодки на берег. Оставили это все и пошли за Иисусом. Потому что улов не является главной целью в их жизни. Они людям сказали, разбирайте. Это все для вас. Семьям сказали, возьмите тоже. Наш успех вот он. И мы идем за ним. Маленькое чудо не должно нас удержать от большего. А именно так и происходит. Люди где-то останавливаются. Принято считать, что если человек ничего не добился при жизни, то он неудачник. Возможно, это только часть его неудачи. Главная неудача состоит в том, что человек прожил жизнь, а потом пошел в ад. Это главная неудача человека. Дорогие друзья, мужчины, женщины, братья, сестры, если у вас не получилось заработать денег и очень красиво одеть свою жену, своих детей и купить хорошую машину, хорошую мебель, сделать ремонт, ничего страшного. Можно жить проще. Это не беда. Не у всех получается это. Живи проще. Не завидуй. Потому что, может быть, то, что у тебя сегодня есть, а ты считаешь, что это ничего, это уже старое. Может, у другого и такого даже нет. Намного хуже. Кто-то живет вообще в картонной коробке под мостом. Если у вас не получилось состояться в этом мире, какое-то образование получить или какую-то хорошую работу, это не так страшно. Это не так страшно. Не чувствуйте себя неудачником. Не чувствуйте себя придавленным. Вот, все умеют что-то добиваться. Только я ничего не добился. Не надо так думать. С Богом у вас все получится. Если вы в своей жизни очень многое пропустили, потеряли возможностей, вы потеряли многое. Многое с Иисусом. О, Бог. Он Бог чудес. Иисус – это не просто аксессуар вашей жизни. Ну, так, знаете, как бы не мешало бы, чтобы он был. Ничего, ничего, пусть ходит. Нормально все. Иисус – это главное, что находится в нашей жизни. Это главное, что находится в нашей жизни. Слово Божие говорит Марка 8, 36. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Знаете, есть очень амбициозные люди. Есть мало амбициозные люди. Есть люди, которые не хотят быть на руководящих должностях. Они не хотят зарабатывать много денег. Они хотят где-нибудь спокойненько работать. Где-нибудь, чтобы их никто не видел, не дергал. И вот так, чтобы хватало. Поесть там, и вот по минимуму, знаете. А есть люди амбициозные. Им мало. Им всего мало. Им денег мало. Им власти мало. Им, знаете, всего мало. Им хочется больше. И знаете, такие люди очень сильно могут продвигаться вперед. Очень многого могут добиться в жизни. И знаете, Господь здесь говорит, что даже для таких людей, которые приобрели весь мир, весь мир, мы еще таких людей, конечно, не встречали. Но если такой человек вдруг и появится, который приобрел весь мир, заработал деньги всего мира, но, если он не получил прощения грехов, то какой вообще смысл? Какая польза от этого? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза, если человек заработал, человек состоялся, но пошел в ад? Какая ему с этого польза? Никакой. Он в аду будет находиться так, как будто он ничего не имел никогда. Он будет видеть неудачников, он будет смотреть на этих людей, которые ходили, такие вообще, вообще какие-то странные, он всегда их осуждал, они были маленькие в глазах его, он на них не смотрел, даже как на людей. Но он будет в аду и будет завидовать этим лошкам, которые каким-то образом уверовали в Иисуса. Послушайте, не так важно. Конечно, мы все стремимся к лучшему. Мы все поддерживаем порядок дома. Мы хотим хороший ремонт. Но это не является целью нашей жизни. Это не является целью. Это второстепенные вещи. Иисус не против того, чтобы у тебя был определенный успех на земле. Но главное, чтобы ты не забыл про свою душу. Не забудь про свою душу. Это самое главное. И посмотрите на свою жизнь, пожалуйста, дорогие друзья. Посмотрите на свою жизнь в свете вечности. Если вы приняли Иисуса Христа, вы счастливейший, вы успешный человек. То, чего-то у вас нет, то даже не думайте об этом. Значит, оно вам не надо. То, что вам надо, оно у вас будет. Самое главное, концентрируйтесь. Концентрируйтесь на Иисусе Христе. Знаете, что делал Давид? Когда он был пацаном, мальчиком, он концентрировался на Боге. Его ноги, босиком, может быть, голые ноги, были в земле, в какашках овечьих. Он бегал по полям, по лесам, он охранял стадо. А его душа, его мысли, они были с Богом. И он говорил, какой Бог великий, какой Бог сильный, какой Бог всемогущий. Вы знаете, только благодаря тому, что он любил Бога всем сердцем. Он полюбил его всем сердцем. Я просто даже не знаю, откуда такие люди берутся. Бог говорит, я избрал себе царя. Впоследствии он стал царем, он стал воином. Успешным, самым успешным воином. Не потому, что он накачался и в школу какую-то там особого карате ходил. Знаете, секретное карате. Карате не такое карате, а вот такое вообще самый высший уровень карате или конфу. Нет. На нем был дух святой. Если ему надо было одолеть медведя, он его догонял, рвал его и добычу забирал. Если лев забирал овечку, он льва догонял. Где сегодня есть такие силачи, которые могут погнаться за львом где-нибудь там, знаете, в джунглях, поймать его, накричать на него, порвать ему пасть, достать овечку. Где сегодня вы таких людей видели? Давид был таким человеком. Почему? Потому что он концентрировался на Боге. И знаете, он ничего не имел. Ничего не имел. Маленькое стадо, обычная израильская семья. Но Бог его на такую должность поднял, самую высокую должность в стране. И он дал заботиться о Божьем народе. И богатство ему дал. Больше, чем ему надо. Он бы не смог это никогда потратить сам. Так что он передал это все наследство сыну. Понимаете? Его сердце никогда, даже когда он мог упасть, согрешить, оно все равно оставалось смиренным. Все равно он любил Бога. Он быстро просил прощение у Бога. Он каялся. И Бог говорит, ну, Давид, тебя должно было уже наказание давно ждать. Смертная казнь за то, что ты наделал. Но не могу. Вот с тобой не могу. Вот как так? Вот так. Будьте любимчиком Бога. Выберите Бога. Любите Его, чтобы Он увидел. Потому что не Бог выбирает любимчиков. А люди, выбирая Бога, становятся Его любимчиками. Будьте любимчиком Бога. Тащитесь от Него. Смотрите на Него. Ищите Его в слове. Поклоняйтесь. Ставьте прославления. Слушайте проповеди, которые вас вдохновляют, назидают. Я не говорю, что мы от неуспеха, от неудачи переходим в вечность, где будет успех. Кто-то и так. Мы уже и так нормально живем, хорошо. Мы уже имеем радость и мир с Богом, но мы переходим в вечность. Мы переходим в вечность, где это будет в миллионы раз больше. осознавая это, забегая вперед. Мы можем забегать вперед, мы можем видеть свою прекрасную вечность. И отталкиваясь от этого, мы можем людям сообщать и говорить. А у тебя что, брат? А у тебя, сестра, что? Что вот ты? Думаешь, ты состоялась? Думаешь, у тебя все в порядке? А душа твоя? Душа твоя? А почему Иисуса нет в твоем сердце? Почему? Ты не сможешь жить в вечности без Иисуса. Иисус – это хозяин вечности. Он альфа и омега. Начало и конец. Первый и последний. Поэтому давайте сделаем Иисуса центром нашей жизни, смыслом нашей жизни, приоритетом целого дня. У нас есть целый день, 24 часа. Сделаем Иисуса приоритетом. Даже когда ты работаешь, ты мысленно можешь быть с Иисусом. Ты можешь просить Его Дух Святой, помоги мне сделать эту работу быстрее, лучше, качественнее. Вы поймите, и Бог вам будет показывать такие вещи просто, как ее можно ускорить, как ее можно быстрее сделать и быстрее домой попасть. Бог вас будет благословлять, только если Он увидит, что Он ценность для вас. Иисусом. Иисусом. Иисусом.